Директору школы номер 38 запрос. Очень прошу вас выслать справку об образовании за 7 классов. Учился я в 1952-53 годах. Начал учиться в этой школе с первого класса и до конца. Сейчас работаю секретарем порта. Скоро, наверное, поеду в отпуск. Заеду к вам. Крепко жму вашу руку. Мельчаков, В.А. В музее школы номер 67 хранится книга учета свидетельств, выданных выпускникам при ее окончании. В списке насчитывают тысячи фамилий. И это неудивительно. Школе 110 лет. За всю историю своего существования она меняла и свой собственный номер, и форму обучения, но всегда оставалась местом, где дают путевку в самостоятельную жизнь. История школы, она проходит сквозь всю историю нашей страны в 20 веке. Была построена она в связи со строительством железной дороги для детей-железнодорожников на заре 20 века, в 1900 году. Также пережила она и период советской власти, когда происходило становление и развитие школы. И сейчас она сохраняет свои традиции уже в период новой России. Малокомплектная деревянная двухэтажная. Именно так выглядела школа столетия назад. С помощью этого макета, изготовленного самостоятельно учениками школы, мы можем рассмотреть ее во всех подробностях. Этот макет мы делали в течение года для музея школы. Самым тяжелым было это делать мелкие детали, стулья, парты. Но теперь у нас все получилось, и мы теперь рады, что этот макет останется в музее школы, и все ученики смогут посмотреть историю школы. Но время идет. Здание школы верой и правдой служило почти сотню лет. И в 1996 году его снесли. А за счет городского бюджета на этом же месте построили новое. Выпускники 1997 года, закладывая временную капсулу в стены родной школы, пожелали будущим поколениям с честью и достоинством нести звание ученика 67-й школы. А что же пожелал выпуск 2007 года, мы узнаем только 25 мая 2017-го. Школа гордится своими традициями. За 110 лет их сложилось немало. Например, вечер встречи выпускников. 12 ноября все они соберутся на праздничный концерт, посвященный юбилею школы. Несмотря на каникулы, ученики ежедневно приходят репетировать выступления, не жалея на это ни сил, ни времени. Валентина Балаганская, Виктор Тагмитов, городской информационный канал, Камертон.